Певица Полина Гагарина в первый раз вышла замуж за известного артиста Петра Кислова. В 2007 году у пары родился сын, мальчика назвали Андреем. Он унаследовал некоторые таланты своей знаменитой мамы, в том числе абсолютный слух и музыкальность. Однако о карьере певца или музыканта он пока не мечтает. Андрей занимается в школе с углубленным изучением английского языка и принимает участие в театральных постановках. На днях новые фотографии подросшего парнишки показал в социальной сети его отчим, модный фотограф Дмитрий Исхаков. Снимки выполнены в черно-белых тонах, что придает им особенную выразительность и глубину. Подросток позирует в белоснежной футболке и теплой куртке. Пользователи сети обратили внимание на проникновенный взгляд и правильные черты лица Андрея. Некоторым комментаторам сын звезды напомнил популярного исполнителя из 90-х, воплотившего на эстраде мятежный образ мальчика-бродяги. Вау, какой красавец растет, очень напоминает Андрея Губина, стильный парень, фактура, что надо, очень красивые фото, только в глазах боль, красивый и глубокий парень, «Мамины глаза», копия Андрюша Губин, поделились впечатлением подписчики-фотографа. Красавец какой, ну в жизни не дашь его возраст. 16 минимум, отметила в комментариях Эвелина Хромченко. Напомним, что о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно в середине мая. Супруги пока еще не подали официальное заявление на развод, но уже не живут вместе. В то же время Исхаков периодически обращается к жене на своей странице в социальной сети. К примеру, он посвятил ей стихотворные строки, в которых заверил, что их история еще не подошла к своему концу. А недавно он признался, что после неудачного опыта семейной жизни больше не мечтает о счастливом браке. Я никогда не верил в брак. Потом полюбил и поверил. Дурак, может быть, жалею ли я о чем-то? Нет. Благодарен ли я? Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться? Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те, кто держатся, они есть, но их очень немного. И еще большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли? А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже? Нет, поделился Исхаков сокровенными мыслями со своими подписчиками.